В швейцарском городе Лугана началась конференция по восстановлению Украины. На мероприятии ожидают делегации 40 стран и представителей международных организаций. Своё видение процесса восстановления должна представить и Украина. Ранее городки Азисы с момента полномасштабного вторжения России в Украину превратились в ад на земле. Окупационные войска почти полностью уничтожили десятки украинских населённых пунктов. Только по предварительным подсчётам в стране разрушены более 300 тысяч объектов и миллионы квадратных метров инфраструктуры. Повреждены тысячи километров автомобильных и железнодорожных путей, разбомблены аэропорты. Так сейчас выглядят разрушены до основания Мариуполь. Город на 90% уничтожен. Здесь нет ни одного здания без повреждений. По подсчётам экономистов понадобится больше 11 миллиардов долларов на восстановление города. Возрождать из пепла Мариуполь уже решили две страны. Итальянское правительство готово отстроить разрушенный россиянами драматический театр, а греческое – роддом, который пострадал в результате бомбардировки. Помогать восстановиться городу также будет польский Гданск. Национальный союз архитекторов вместе с военными прорабатывают концепцию восстановления городов с учётом всей инфраструктуры за 2-3 года. Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Это и арест российских активов на Западе, и передача этих средств Украине. С каждой страной мы работаем отдельно, но уже часть средств мы хотим получить в ближайшие полгода, чтобы начать восстанавливать нашу страну. По состоянию на апрель из резервного фонда уже направлен первый миллиард гривен на восстановление освобождённых от российских войск территорий. 400 миллионов гривен для Киевской области, по 250 миллионов гривен Черниговской и Сумской, ещё 100 миллионов гривен для Житомира. Присоединиться к отстройке изъявили желания и зарубежные архитекторы. Например, Бородянка может стать полностью новым городом. Президент региона Иль-де-Франс Валерий Пекрес утверждает, что французские эксперты оценят разрушенные районы Бородянки и разработают генеральный план восстановления. В первую очередь Киевская область нуждается в модульных домах для людей, которые потеряли своё жильё. Малага сосредоточит усилия на поддержке Житомира, Гамбург поможет Киеву, Бергаму, Буче, Бонн и Ирпеню, где повреждено более тысячи зданий. На помощь Одессе придёт Йокогамма, а в восстановление Харькова хотят принять участие сразу несколько городов Нью-Йорк, Бостон и Нюрнберг. В городе полностью уничтожена часть микрорайона Северная Салтовка. Тайвань выделит деньги для восстановления инфраструктуры Чернигова, Николаева, Запорожья и Сум. Окупационные войска продолжают уничтожать больницы, жилые дома, школы, мосты и площади. На восстановление нужны колоссальные инвестиции и со временем суммы могут только возрастать. Ожидается, что после конференции в швейцарском Лугана Украина получит 500 миллиардов евро на перестройку после войны.